Мы про праздник? Да. Ну, отличное настроение. Или какие-то тревожные вопросы ждете от нас? Нет, ну я всегда от вас тревожные вопросы жду. Скажите, пожалуйста, тогда по поводу Федотова. Вы виноваты в этом? А вы виноваты в чем? Ну, вы его отправили в армию. Ну, мы никакого отношения вообще к армии не имеем. Мы же коммерческий клуб. Говорили, что основная версия... Поздравляют, так сказать. Да, вы обиделись на то, что он не подписал контракт и отправили его в армию. Да ну я вас уверен, что мы обиделись. Он что, первый уезжает, что ли? Мы уже обижались и на Радулову, и на Нестерова. На кого только не обижались. На Мамина, и на Любимова. У нас все и на Киселевича. Все возвращались и играют. Но была договоренность о двухлетнем контракте, а он уехал? С кем? Ну, у вас с Федотовым. Никогда не было договоренности. Он перешел из Челябинска на старый контракт. Мы с ним спокойно разговаривали. Пытались найти какие-то коммуникационные вещи, связанные с финансированием, с продолжением его карьеры. Не сложилось просто, и все. Никто никого не подавливал, никто никому ничего не обещал. Вы как-то вмешивались в эту ситуацию? Пытались помочь Ивану? И вообще, понимаете, что происходит? Откуда это тогда идет? Во что я должен вмешиваться? Ну, я знаю, что вы можете многое. Подождите. Слушайте, 1 мая у Ивана закончился контракт. Он подписал контракт с Филадельфией. Ну, куда я должен был вмешиваться? Подскажите, как я должен был вмешиваться? Есть рычаги пути в это вмешаться? Ну, как? Если вы мне подскажете ходы и пути вмешаться, я вмешаюсь. У вас звонок один, и вы... Ну, что вы делаете из меня какого-то монстра? Ну, какой звонок? Что вы говорите? А как вы думаете, есть ли вариант, что он отслужит в ЦСКА тот срок, который сейчас отслужит на подводном локте? В каком ЦСКА? Ну, спорт-роты бывают. Можно и в КХЛ служить. Ну, подождите. Хочу как хоккеист служить. Откуда у вас такие новости? Спорт-рота, ЦСКА. Что у вас за мешанина такая? Вы неправильно... Как вы видите ситуацию? Расскажите, какую ситуацию? Как вы видите вот эту всю забрали? Да я ее не вижу вообще. Он подписал контракт с Филадельфией. Что я должен видеть, я не пойму. Вы что меня пытаетесь за хоккеиста, у которого контракт с американской компанией? Что вы хотите от меня услышать? Как человек, который вот понимает... Давайте, мы как-то уже сужаться. Да. Давайте поздравляем с сужаться. Последние два вопроса. Что вы хотите? Я хотел понять, вы понимаете вообще, с чего вдруг это началось? Механизм сам. Что началось и что я должен понимать? Ну, то взяли человека в армию отправили. Хоккеиста, да? Я, как и все, служил в свое время. И что мне понимать? Он, наверное, по закону его привлекли в армию. И, наверное, он служит. Ну, соответствующие вещи для этого есть. Что я должен понимать, я не понимаю. Отлично. Скажите, Попов остается в команде и в какой роли? Думаю, Сашка думает еще. Я думаю, что он в команде точно останется. Вопрос в качестве кого. Саня еще не принял решение. Почему по Корешкову принято решение? И с чем связан Кравчук? Почему Кравчука выбрали на его место? Ну, это больше, наверное, вопрос к Сергею Викторовичу. Ну, Сергей Викторович видит в этом какой-то прогресс. Я думаю, так. У Андронова никакого недопонимания там с ним не было? Все мы с ним не связаны? Ничего подобного вообще нет. Серега уже как бы стоял на фарватере продолжения карьеры, наверное, в другом русле, так скажем, чтобы немножечко перегрузить свою карьеру. Поэтому у него был отличный вариант. И не один. Он принял такое решение. Правда, что Голышев был одной ногой в ЦСКА? Разговаривали с ним? Мы разговаривали с автомобилистом и с Голышевым по заходу к нам. Но у нас тоже были определенные условия по этому вопросу. Нам не удалось достичь эти условия с другими клубами. В прошлом году перед полуфиналом говорили о 70-миллионных премиях ЦСКА. Сейчас уже вы выиграли кубок. 70 миллионов все-таки? Сейчас кубок выиграли. Премию не заплатили. Почему? Пока не заплатили. А вы взяли Классена и отказались от Гилмара. Вообще столкнулись с тем, что тяжело иностранцы едут сюда? Или у вас не было бы таких проблем? У нас никогда не идут переговоры с теми людьми, которые не хотят сюда ехать. Мы их на корню просто как акцепт убираем. Вот и все. Сейчас можете поделиться эмоциями? Вот Вальмарк ушел и второй, я уже забыл его. Как вы отреагировали? Знаете, есть старый-старый советский фильм «Лекарство против страха». Не знаю, помните ли вы артистов, которые играют в этом фильме? Наверное, видите, «Лекарство против страха» еще не придумали. Но я знаю точно, что на них оказывалось большое давление. Это я знаю точно. Я присутствовал при разговоре агента со спецслужбами этих стран, которые, так скажем, не то чтобы твердо поддавливали, а утвердительно убеждали людей вернуться в свою страну. Когда люди отвечали ответом «нет», то уже входили какие-то вещи, связанные с негативом. Вокруг хоккеиста – это социум, семьи, друзья и так далее. Поэтому есть люди, которые не стали рисковать, немножечко, я думаю, немножечко дрогнули. И чтобы избежать этих проблем, вернулись к себе на родину. Кто-то не дрогнул. Это ведь не наши методы. У нас таких не было, по-моему, методов, ну, не в одни времена или были? Знаете, я не готов обсуждать чьи-то методы. Вы видели, чьи-то методы, что сейчас происходит? Ну, это тоже не наши методы, но уж происходит. Поэтому, ну, мне на них равняться и смотреть какие-то методы не очень бы хотелось. Рейдоборн будет? Возвращается он? Да он уже здесь, что там возвращаться? То есть вратаря вы ищете? С понедельника на работе. Не ищите вратаря, все, у вас будет. Рейдоборн, Жирыченко, будете ходить, да? Ну, и тадык. Слова какие-то вы придумываете. Ищем. Ищет грибы в лесу. А на какую позицию рассматриваете кандидатов? Что вас беспокоит? У нас полный комплект. Сто процентная комплектация. Почему решили Егора Михайлова оставить в звезде? Команда не выполнила задачи. Ну, у нас очень тяжело. Мы в сезон входили тогда. И у нас очень было много травмированных. И на моменте там менялся тренер по физподготовке. И очень много было травмированных ребят. Посмотрели, как он варится вот в этой тяжелой обстановочке. Вот в этой бочке в замесе. Посмотрели, подумали, сделали выводы. Сейчас немножечко штаб его усилили. Посмотрим дальше. С Мамином быстро пришли к общему знаменателю? С Мамином практически мы договорились быстро. Не удивились, что он так по Флориде его не оценили? Во-первых, по Флориде его оценили. У Мамином, я знаю, точно было несколько предложений продолжить свою карьеру. Просто парень выбрал Россию. Вы можете у него это спросить. А Барс сейчас следующий кубок выиграет. Вы рады за них? Может, я рад. Вообще за любые клубы в КХЛ. А выиграет тот, кто поднимет кубок. Но не пугает, как Барс сформировался? Мы уже пуганы так, что... Помню, Сережа Андронов сказал перед седьмым матчем в Питере. Нам чем тяжелее, тем нам легче играть. Отлично. Нам же тоже надо как-то стимулировать свою победу. Понимаете, мы как в 80-е и в 90-е годы у советской промышленности, потом российской была хорошая разработка. Понимаете, космический корабль «Буран». Он взлетал и приземлялся, взлетал и приземлялся. Так вот, это, наверное, наша миссия ЦСКовская. Как «Буран» надо взлетать и приземляться. И опять надо взлетать и опять приземляться. Поэтому, наверное, это какие-то слоганы будут следующего сезона. Видите, как в вашем интервью родилась какая-то мысль интересная, шуточная. Спасибо. Спасибо, Игорь. Спасибо.